С начала октября в центре подготовки кадров Алроса действует новый образовательный проект «Профи-клаб». Его участниками стали старшеклассники школ Мирного и близлежащих поселений. Во что даст программа школьникам, как стать ее участником и о ее полезных бонусах. Мы поговорим с начальником отдела корпоративной молодежной политики Центра подготовки кадров Еленой Валерьевной Исайко. Елена Валерьевна, здравствуйте. Добрый день. В эфире интервью дня с вами Мария Урцева. Елен, давайте сразу начнем с того, что правильное название – «Профи-клуб» или «Профи-клаб». Мы решили, что это будет «Профи-клаб», «Профи» на русском и «Клаб» на английском. «Профи» как профессиональный клуб. Ну все-таки понятно, что это все-таки более профориентационная программа. Что она даст старшеклассникам Мирного? Для старшеклассников города Мирного данный проект даст возможность познакомиться более близко с производственным циклом компании. От геологоразведки и до создания бриллианта, до огранки бриллианта. В том числе у нас также включен комплекс, который является сейчас ключевым в компании – это промышленная безопасность. Это тоже является одним из блоков образовательных в данном проекте. «Профи-клаб» А чем этот проект будет отличаться от обычных экскурсий школьников, которые проводились и раньше? Данный проект не ограничивается только экскурсиями. Тут экскурсии как раз это дополнение к образовательному модулю. То есть ребята, как у них есть определенное время занятий, это два раза в неделю по два с половиной часа. У них идет прям обучение по программе. Оно проходит больше в интерактивных занятиях, конечно, для того, чтобы усваиваемость материала была достаточно высокой. И они получают знания, которые в школьной программе их точно нет. Но уже приближены, скажем так, к вузовским каким-то моментам. И при этом они уже очень близко с производственным циклом знакомятся, смотрят. В общем, можно говорить об уникальности данной программы. По крайней мере, у нас в районе такого еще не было. Совсем недавно она стартовала, с 8 октября. Какие школы присоединились к ней? Да, мы презентовали наш проект. И в данный образовательный проект включились ребята школ города Мирного и даже близлежащих поселений с Алмазного и Сырлаха ребята у нас хотели принимать участие. Сейчас у нас обучаются ребята только с Аллахом. То есть, получается, пока не все школы района, да? Нет, не все школы района. Это связано с тем, что обучение ведется очно. То есть необходимо присутствие на занятиях, которые проводятся в Центре подготовки кадров. То есть, пока это так, и пока у нас только могут принимать участие те, кто находится к нам близко, скажем так. И находят возможность приехать на занятия. Что нужно сделать, чтобы стать участником программы? Чтобы стать участником программы, необходимо родителям написать заявление и все, и ходить, начать. Ну, если есть места. Потому что набор группы, он ограниченный. У нас не более 20 человек. Вот в четверг этот начинается у нас уже следующий модуль образовательный. Сейчас в настоящий момент у нас 15 человек в группе. То есть, в принципе, добрать еще можем до 20. Но так как вместимость аудитория небольшая, и преподаватели у нас определенное количество людей могут вести. Поэтому не более 20 человек группа. Она у нас пока одна. Кто придумал данную программу? Создатель. Ну, создателей много. Потому что изначально данный проект был предложен также молодыми специалистами, как проект «Подросток-подростку» образовательный. И затем данный образовательный проект «Подростку-подростку» он как-то не, скажем так, ходу не дал активно, не начал развиваться. И он перерос, преобразовался в проект «Профи-клаб», как раз, который уже Центр подготовки кадров довел до конечного результата и запустил, как проект «Профи-клаб». А максимальное количество участников, вы сказали, то есть это получается всего 20 человек. Да. То есть более вы не можете принять. В какое-то планируется расширение все-таки в будущем? В настоящий момент, пока мы останавливаемся на этой цифре, на 20 человеках, затем мы посмотрим, насколько возможно будет расширить количество участников, потому что это все равно завязано и с преподавателями. Преподаватели являются внештатными нашими и преподают в нерабочее время. То есть это нужно как бы и с ними договоренностями, чтобы возможность вести большее количество часов. С утра эти занятия невозможно, потому что у нас большее количество детей учатся в школе, то есть это вне основной программы, не должно пересекаться и мешать. Поэтому мы сейчас посмотрим результаты этого проекта. У нас вот в июне будет заключительный образовательный квест для участников. Посмотрим, насколько интерес был проявлен. И затем будем уже думать о расширении, насколько это возможно и как это сделать. Конечно, хотелось бы, чтобы охват был намного больше. Но пока так. Лен, а вот еще такой вопрос. А это платно или бесплатно? Да, самая главная особенность этого проекта, что он абсолютно бесплатный для ребят. И они посещают занятия, на самом деле, замотивированы не только тем, что родители оплатили, а как раз тем, что это должно быть им интересно. И на презентации проекта мы говорили о том, что эти занятия для тех, кому действительно будет дальше интересно, кто готов в этой области развиваться, кто готов в дальнейшем связать свою деятельность с компанией или как в этом направлении дальше обучение продолжать. Поэтому, нет, этот проект абсолютно бесплатный. Тут основная мотивация – это желание ученика быть в нем и получать знания. Вы сказали, что прошел первый модуль. А сколько всего их будет? Всего в проекте пять модулей. Сейчас завершился первый модуль – геолого-разведочный комплекс. Далее у нас геология еще, транспортное направление, алмазо-бриллиантовый комплекс, то есть как раз там диаграмм, и промышленно-безопасный комплекс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! То есть все закончится квестом или как бы в игровой форме, да? Где вы будете, я так понимаю, проверять полученные знания? Да, совершенно верно. Завершение обучения состоится на образовательном квесте, где как раз ребята должны будут показать свои знания, которые они получили за этот период. У нас и посещаемость очень жестко отслеживается, то есть это не свободно-вольное занятие, хочу-пришел, хочу-не пришел. Ребята приходят, мы сразу задачу поставили, что пропусков не должно быть, только уважительные причины. И поэтому полученные знания, они каждый комплекс закрепляют, каждый модуль у них вчера у нас, а, во вторник у нас состоялось завершение первого модуля, и ребята писали тестирование. У нас, кроме того, проходят и встречи очень интересные. Ребята с людьми, скажем так, с высокими людьми, с компанией, да? Главный геолог компании, ребятам рассказывал в понедельник как раз о том, по предмету геологии, да, немножко с ними игру интерактивно провел. Вот, и поэтому, да, у них очень строго отслеживается, чтобы была посещаемость, зачеты, и вот такой как итоговый экзамен будет экзаменационный квест. По завершению программы ребята что-то получат, какие-нибудь сертификаты? По завершению программы у нас планируется, конечно, выдача небольших зачетных книжек о прохождении модулей программы. Всех мы предложили в этом году ребятам свободно посещать, выбрать модуль и посещать его. То есть в экзаменационном квесте смогут участвовать только те, кто посетили все пять модулей, и, ну, получить итоговый, скажем так, диплом, смогут только получивший зачет по всем пяти программам, да? В следующем году мы продолжим обучение. Ребят, допустим, кто пропустил какой-то модуль, они могут его завершить в следующем году, если это не будет мешать там учебе или если уже не выпустится. Но у нас нет одиннадцатиклассников, сейчас это только восьмые и десятые классы. И завершить, и также в квесте поучаствовать, который будет уже еще через год. Лена Валерьевна, спасибо, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Я желаю успехов в вашей дальнейшей работе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова